И последний вопрос на сегодня. Каково постановление продажи журналов и газет, в которых есть изображение живых существ? Говорит Ги Аля Тисмейн. Здесь, брат, вопрос не ограничивается только на газетах и только на журналах. Но, допустим, каково постановление продавать какой-то товар, который употребляется в пищу, и на его обложке или на его картоне изображение существа, допустим, живого. Так, мальчика, ребенка, там, птицы какой-то и тому подобное. Говорит Ги Аля Тисмейн. Такие журналы и такие газеты бывают двух видов. Первое Маджаллат Хали'а Ва Маджана. Что значит Маджаллат Хали'а? То есть пошлые и непристойные журналы. Говорит Ва Суар Фига Умда. То есть их продают именно из-за изображения. То есть больше от них никакой пользы нет. Продают только из-за тех фотографий, которые есть в этих журналах и газетах. Ля Ажли Легра Уаль Фитна. И продают эти газеты и журналы для чего? Для обольщения и для смуты людей. И второй вид Маджаллат Ахбар Яумия Ва Макалат Сиасия. Такие газеты, которые передают ежедневные новости или недельные новости. И Макалат Сиасия. Различные политические высказывания и тому подобное. То есть обычные новостные газеты. В них изображения есть или нет? В них изображения также множество. Так изображения каких-то государственных деятелей и тому подобное. Говорит. Что касается первого вида, то есть пошлых журналов, то, говорит, нельзя их ни продавать, ни покупать. И это является явным запретным. А что касается второго вида газет, то есть политические или новостные газеты, то относительно их, сказал шейх Ибн Бас, а также шейх Ибн Усаймин, нет ничего страшного покупать такие газеты и журналы. И говорит, почему? Потому что ты не покупаешь их из-за изображений, но покупаешь их из-за информации, которая в них. То есть из-за новостей и так далее. И известно то, что если человек такую газету купил, то он должен удалить эти изображения. Либо изрисовать их, либо что порвать их и что-либо подобное. То есть должен проявить к этому внимание. Вот это ясно или нет? Смотри, общий вывод по этому вопросу является полезным. Не только относительно газеты и журналов, но и относительно других товаров, подобных на этом. Если человек покупает товар или он продается специально из-за изображений, то есть если бы не изображение, то вообще никто бы не покупал, потому что в нем нет другой пользы, кроме изображений. Так как глянцевые журналы, в которых одни изображения, больше ничего нет. Или информация есть, но она вообще не существенная. Тогда такие виды товаров продавать запрещено и, соответственно, покупать тоже запрещено. Но если товар покупается не из изображения, а изображение является просто второстепенным, не важным для человека, который этот товар покупает, тогда такой товар можно покупать и продавать, но изображение необходимо удалить. Что касается того, постановления магазинов, которые продают такие товары, на которых много изображений, то есть, допустим, супермаркет, в котором продают памперсы, допустим, стоят сотни памперсов и на них множество изображений, или различных печеней и тому подобное, на которых много также изображений, то есть весь магазин в изображениях. Разрешено такое или нет? В этом вопросе обладатели знаний говорят, что это разрешено из-за вынужденности, так как человек не способен удалить все эти изображения, которые на его складах или в его магазине считываются тысячами и тысячами, то есть невозможно человеку все это удалить. Поэтому он продает это в единичном порядке или оптом, а тот человек, который уже покупает что-то в единичном порядке себе домой, должен уже что сделать? Удалить эти изображения, так и не держать эти изображения, не хранить их у себя дома. Вот это усвоили или нет? И здесь неправильно говорить, что запрещено человеку открывать магазин или супермаркет и продавать в своем магазине такие вещи, на которых или на упаковках которых есть изображения. Это является чем? Чрезмерствованием в религии. Это усвоили или нет? Субханакаллаху амми хамдик. Ашаду ла и ла и ла и ла та астагфору ла. А ту ба и ла.